В эфире новости сейчас. В студии для вас работает Андрей Бендер. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордость Иркутска. Магистральный самолет МС-21 возможно расправит крылья над Мексикой. Авиакомпания Интерджет готова закупить партию новейших летательных аппаратов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 200 социально значимых объектов будет построено, капитально отремонтировано и реконструировано в этом году. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на отчетно-выборном собрании Союза строителей региона. Общая сумма более 6 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда 900 миллионов рублей из областного бюджета. На следующий год на строительство и ремонт соцобъектов заложено 5,5 миллиардов рублей. Губернатор также отметил, что за 9 месяцев 2017 года объем работ, выполненных в стройкомплексе, составил почти 113 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В этом году регион выходит на планируемый показатель ввода жилья 900 тысяч квадратных метров. Я хочу отметить, что строительная отрасль является одной из приоритетных в экономике региона. Здесь решаются вопросы укрепления промышленного потенциала области, роста бюджетных и внебюджетных доходов, а также многие социальные проблемы, затрагивающие всех жителей Приангария. Причем в последнее время в строительной сфере отмечается значительный рост по многим показателям. 100 новых машин скорой помощи будет приобретено в Приангарии до конца этого года. Соответствующие корректировки региональные парламентарии планируют внести в бюджет на ближайшие сессии. Кроме того, в областной казне 2018 года предусмотрены деньги на покупку еще 100 автомобилей. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилко. Он отметил, в ходе внесения корректировок в региональный бюджет этого года муниципальным образованием дополнительно будет выделено 2 миллиарда рублей. Полмиллиарда рублей будет добавлено на поддержку сельского хозяйства. Внесены изменения и в устав Иркутской области. Они направлены на то, чтобы сделать систему мер социальной поддержки более понятной и предсказуемой. Все меры социальной поддержки, которые принимаются в Иркутской области, они будут приниматься законами Иркутской области. Идем по принципу, по образу, подобию, как действует Государственная Дума Российской Федерации. Естественно, жизнь на этом не останавливается. До принятия законов нормативно-правовыми актами губернатора правительства Иркутской области такие нормы социальной поддержки могут быть введены. Но в последующем это все форматируется в виде закона и принимается закон Иркутской области. Сейчас региональные парламентарии ведут работу над бюджетом области на ближайшие три года. Так, на программу «Народная инициатива» дополнительно будет выделено 150 миллионов рублей. Таким образом, ее финансовое обеспечение составит 650 миллионов рублей. По словам спикера регионального парламента Сергея Брилки, сейчас именно эта программа охватывает все муниципалитеты при Ангаре. Чего не скажешь о программе формирования комфортной городской среды. Она действует только в 15 территориях. Однако в следующем году предполагается увеличить количество муниципальных образований, включенных в программу, как минимум в три раза. В Иркутской области минимальный набор продуктов питания подешевел более чем на 5%. Продуктовая корзина теперь стоит 3839 рублей. Это на 213 рублей меньше по сравнению с прошлым месяцем. Для сравнения, в Приангаре стоимость набора ниже, чем в Новосибирской области, Республике Алтай, Красноярском и Забайкальском краях. Из продуктов питания, входящих в него, цена упала на картофель, морковь, сахар, яблоки и маргарин. Два слесаря погибли в поселке Большой Лук. По предварительным данным, двое мужчин в возрасте 54 и 59 лет вышли на объект, чтобы устранить протечку и откачать воду из колодца. Один из них спустился вниз. На дне находился углекислый газ. Мужчине стало плохо, и за ним спустился напарник. Выбраться рабочие не смогли. Тела погибших обнаружили спустя три часа. Следователи начали проверку. Изъятые документы опрашивают очевидцев. Накануне в обед я как раз с ним разговаривала. Он говорит, там что-то говорит, доча говорит, мне некогда, там что-то трубу прорвала, говорит, надо ехать, помочь нам, говорит, напарнику. Ну вот так. Мы, конечно, хотим, чтобы это разобрались в этой халатности, конечно, с привлечением ответственности, с прокуратурой. То есть, чтобы было все наказуемо. Все обслуживание колонок всего Большого Луга держалось на этих двух людях, а над ними было три начальника в этой организации. И как бы и по ночам он качал воду, ездил постоянно в четыре часа ночи. Вот каждый день, последнюю неделю я с ним недавно виделся, каждую ночь он ездил в четыре утра, качал воду, чтобы селяне, ну, односельчане не были без воды. Движение для большегрузных машин ограничили на трассе Устилимск-Братс. Как сообщает в МЧС при Байкале, это связано с гололедом на дороге. Водители некоторых авто, как на этом снимке, не справляются с управлением на скользкой дороге. Решение частично ограничить автомобильный поток принято в семь часов утра. Почти сразу же начались работы по отсыпке и очистке дорожного полотна от наледи. Скопления автотранспорта нет, говорится на сайте ведомства. Тем не менее, специалисты призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию. Пожар в центре Иркутска на улице Рабочая. Загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь вспыхнул около трех часов дня на втором этаже. В этот момент в здании находились 14 человек. До приезда пожарных люди самостоятельно покинули свои квартиры. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло более часа. Тушение затрудняли пустоты в стенах. Владельцы квартир уверены, это поджог. Виновница одна из жительниц, по их словам, с утра женщина уже поджигала матрас. Его вовремя потушили. Однако позже дом снова загорелся, но уже в другом месте. Потух свет. Соседка мне пришла, в дверь стучит. Горим. Ну, все. Побежали, хотели ведрами заливать, а на второй этаж уже было не забраться. Дым сильный был? Сильный, да. Утром она свою квартиру подожгла. Приезжали уйти. Пожарные. А вот часа через три тут площадку подожгла. С подозреваемой в поджоге сейчас работают полицейские. Для того, чтобы люди во время тушения пожара не замерзли на улице, им предоставили автобус. Жертв и пострадавших нет. Мексиканская авиакомпания «Интерджет» готова приобрести до 10 самолетов МС-21 и стать первым зарубежным клиентом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Магистральный самолет 21 века собирают в Иркутске. В рубрике, посвященной 80-летию Иркутской области, расскажем о гордости иркутского авиамашиностроения. Размять крылья, проверить физическое состояние, хорошенько подкрепиться и проложить путь. Так, первая ласточка семейства МС-21 готовится преодолеть свой первый дальний перелет. Впереди 4,5 тысяч километров. Без посадки. Из Иркутска до Москвы. До этого железная птица училась летать вокруг гнезда и проходила различные тесты. И вот старт дан. Новейший среднемагистральный авиалайнер расправляет крылья, набирает скорость и взлетает в небо. МС-21 МС-21 – это будущее российской авиации. Гордость иркутского авиамашиностроения. Лайнер мечты, как его еще называют, составит конкуренцию Боингу и Аэрбасу. Для улучшения аэродинамики было использовано минимальное количество композитных материалов. Это делает самолет значительно легче. Новый двигатель уменьшает расход топлива, снижает уровень шума и выброс вредных веществ. Комфортно будет и пассажирам. В зависимости от модификации, в салоне до 211 мест. Расширенный проход. Увеличенное пространство пассажиров, сидящих у окна. А это уже подмосковный аэродром Жуковский. Лайнер благополучно приземляется. Полет проходил на высоте около 10 тысяч метров. Весь путь самолет преодолел за 6 часов. За все время полетов отказов не было. Расход топлива удивил. Да, в принципе, хороший. Считаю, что экипаж работал грамотно. Вот, и все получилось. Спасибо. Специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар. Создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации. Впереди большая программа наземных и летных испытаний. Проект позволил вывести нас на новый технологический уровень, обеспечить профессиональный уровень специалистов, рабочей корпорации. Ну и создал некие новые вызовы, для решения которых мы, собственно, реализуем этот проект. Естественно, испытания будут продолжаться здесь. Здесь сертификционные испытания и дальнейшее продолжение всех других самолетов. Это 21-21. Второй летный самолет, третий летный самолет и четвертый летный самолет все будут на Жуковском земле. Пока первая «Ласточка» проходит летные испытания, вторая машина статические. Она подвергается самым экстремальным нагрузкам. Еще четыре МС-21 собираются на Иркутском авиазаводе. Они будут поэтапно подключаться к тренировкам. На данный момент заключены 175 твердых контрактов. Первый заказчик – аэрофлот. Также интерес к самолету проявляет в Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании, Иране, Египте. До 10 лайнеров планируют купить и мексиканская авиакомпания «Интерджет». Уже подписан протокол о поставках после 2021 года. А первые пассажирские железные птицы, созданные на Иркутской земле, уже начнут летать в небе в 2018 году. Туена Немаева. Новости и сейчас. Более 74 тысяч сайтов запрещенной информации были заблокированы в этом году. Это в три раза больше по сравнению с 2015 годом. Об этом рассказал руководитель управления Роскомнадзора по Иркутской области Сергей Костолов, подводя итоги работы с начала года. В этом году в единый реестр запрещенных сайтов по решению суда внесли более 9 тысяч веб-сервисов с детской порнографией, более 13 тысяч по торговле наркотиков в сети интернет. Большая работа была проведена и по профилактике суицида. Если в прошлом году заблокировали около 700 сайтов, то в 2017 году более 5 тысяч. То есть, и вот этот момент по синим китам и так далее, все же пошла работа в следственном комитете, и ловятся люди, которые это работают. Вы видите, что 200 и 5107 закрытия сайтов, ну это же показатель, реально. То есть, блокируется та негативная информация, которая действительно влияет на ребенка, понимаете. Но это результат, это очень хороший результат, я считаю. Также были заблокированы ресурсы за незаконное распространение и продажу алкоголя, удочек, дипломов и сертификатов. Всего за год в ведомство поступило более 900 жалоб, в основном по защите персональных данных, незаконное размещение фотографий и информации в социальных сетях. Новые правила благоустройства города разработаны администрацией Иркутска. В 10 разделах свода содержатся требования к облику всего областного центра. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании Городской думы. Впервые правила регламентированы и к фасадам зданий. Так, например, не допускается фрагментарная отделка и организация без согласования входных групп. Кроме этого, администрация разместит графические рекомендации по внешнему виду нестационарных торговых объектов и остановок. У предпринимателя будет время для приведения зданий и вывесок новым стандартам. Для этого будет введен переходный период. Собственники зданий обязаны оформить паспорта фасадов. Правила вступят в силу 1 ноября. Мы подошли полностью к благоустройству дворовых территорий в огромных объемах общественных пространств. И поэтому требования и к содержанию всего города, требования к облику эстетического города должны быть заложены в первую очередь в правила благоустройства. Депутаты одобрили введение новых правил. Награды за помощь к подготовке школ к началу учебного года получили 82 родителя. Благодарственные письма вручил мэр города Иркутска Дмитрий Берников на общегородском родительском собрании. Родители, педагоги и директора учебных учреждений обсудили важные школьные вопросы. Среди них патриотическое воспитание маленьких иркутян, оценка качества образования в областном центре. Хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время собраться на это совещание, собрание, на эту беседу. Такой некий отчет и корректировку планов, которые ждут нас впереди во время учебного года. На родительском собрании Дмитрий Берников также рассказал о строительстве учебных заведений в областном центре. В этом году в Ленинском и Октябрьском округах построены два новых корпуса 64-й и 66-й школ. Открыта самая большая в приангаре школа номер 69. Активно ведется строительство школы номер 19 в Академгородке. А далее программа «Иркутск сегодня». В этом выпуске расскажем, когда начнется благоустройство берега реки Ушаковки. Сколько улиц заасфальтировано в частном секторе правобережного округа. К этому часу это вся информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Берегите себя. Знакомьтесь, друзья. Вот Валентин. Ему очень грустно. Он снова один. Убед его многим знакомая причина. Он много времени проводит с машиной. Продолжим знакомство. Это Семен. В фильтре машину обслуживает он. С девушкой любовь интереснее мужчины, чем ночевать в гараже с машиной. В «Лебедушках» более 200 видов одеял от 399 рублей и подушек от 199. Магазины «Лебедушка» в торговых центрах «Пассаж» и «Мельниковский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова